Всем привет! Вы налайкали на третью, заключительную часть пространности вьетнамского языка, и вот она, приступим. Во Вьетнаме бывает восьмой день недели. Что? Сейчас все объясню. Как так получилось? Вьетнамцы переняли систему дней недели у португальских миссионеров. В португальском языке понедельник зовется день второй, вторник день третий, среда, соответственно, четвертый, и так до субботы, которая седьмая. А воскресенье – доминго, божий день. Вьетнамцы полностью скопировали эту систему. Понедельник во Вьетнаме называется второй, просто второй, даже без день. И далее все идентично португальской конструкции. Но неделя начинается с понедельника, со второго дня. Вот, например, скрин-приложение, в котором я учу вьетнамский. Фраза «вторник – это второй день недели» дословно переводится как «третий является вторым днем недели». Звучит забавно, как минимум. С дня второго по седьмой, значит, с понедельника по субботу. И это воскресенье. И в некоторых южных регионах воскресенье называют восьмым, так как оно идет после седьмого дня. Логично же? Нет. То есть в неделе по-прежнему семь дней, но нет первого, зато есть восьмой. Что-то подобное и с детьми. Вьетнамцы называют первого ребенка в семье вторым. Я видел, как сами они в интернете спорили, откуда это пошло. Есть две интересные версии. Первая. Первым ребенком, ну не ребенком, сущностью как бы являются родители. То есть получается, что первенец – это второй ребенок. Но мне больше нравится вторая версия, более популярная, кстати. Первого ребенка забирали на войну. Поэтому родители начинали рожать сразу со второго. Лайфхак. Во вьетнамском зеленый и синий – это один и тот же цвет. Точнее, это просто разные оттенки одного цвета. Один дословно переводится как «зеленый как листья», а второй «зеленый как небо». Ну, либо «синий как листья» и «синий как небо». Кто учил другие азиатские языки – китайский, японский, карельский – и тот в курсе и не удивлен. Там то же самое. По крайней мере, исторически так было. Разделение пошло уже позже. В английском есть даже специальное слово «гру». Ну, типа «green and blue» для обозначения этого общего цвета. В русском это можно адаптировать как «зиний». Нет, это звучит, как будто это сказано лемуром, который узбогойзе. «Зиний цвет». Кто-нибудь помимо меня еще помнит этот мем? Давайте лучше назовем его «синеный». Вот в славянских языках или в том же итальянском выделяется отдельно синий и голубой. А в большинстве языков мира это оттенки одного и того же цвета. На английском и то, и другое просто «blue». То же самое с розовым. Во многих языках это просто светло-красный. Это вообще занимательная тема. Ты различаешь только те цвета, которые есть в твоем языке. И границы цветов в каждом языке проходят в разных местах. Вот, например, пару дней назад я не мог вьетнамца убедить, что эти двери коричневого цвета. Для него они красные. И сколько я не пытался говорить, что в английском это ну стопудово коричневый. Никак не красный, он так и не поверил. В английском среди основных цветов выделяется «purple». Пурпурный. У нас он не считается основным, зато есть фиолетовый, который по-английски «violet». То есть это немного другой цвет, хотя часто переводится именно так. Purple-фиолетовый. Мы соседние цвета, в том числе пурпурный, скорее назовем фиолетовым. Англоязычные люди скорее фиолетовый назовут пурпурным. Проводились исследования и оказалось, что русскоязычные люди намного быстрее отличают оттенки синего, чем англоязычные. Все потому, что для нашего мозга это разные цвета и, соответственно, разные названия. Есть всякие примитивные племена, у которых в языке 3-4 цвета, а остальные это просто оттенки этих цветов. Кстати, все они не видят разницы между синим и зеленым. Занимательная вообще тема, но мы отвлеклись. Возвращаемся. Почему они не видят между ними разницы? А потому что нет необходимости. Синего в природе почти нет. Посмотри наверх. Небо. А небо одно. Пример. Подай мне яблоко. Тебе зеленое или красное? Вот практическое применение цвета в языке. А теперь посмотри на небо. На какое небо мне посмотреть? На синее или красное? У нас такого вопроса не возникает, правильно? То же самое с морем. Оно всегда синее. Нет же красного, черного, желтого, белого моря. Стоп. Ну да. Ну вы меня поняли. Если почитать древние тексты, то люди вообще раньше не видели синего. Те же изолированные племена, они до сих пор его не видят. Тоже подтверждено исследованиями. А потом только древние египтяне изобрели синюю краску. И с тех пор появился и цвет, и слово для него распространилось по всей планете. Но вот азиатские языки, как видим, это пришло сравнительно недавно. Вьетнамцы до сих пор говорят «Мао Сан» – синеный цвет, как на зеленый, так и на синий, если разделение не принципиально. Во вьетнамском выделяются два основных диалекта – северный ханойский и южный сайгонский. Во Вьетнаме по сути две столицы, два главных города – Ханой и Сайгон в массовой культуре Вьетнама – кино, музыка, блогинг и так далее. Эти два города представлены одинаково широко, поэтому все население прекрасно понимает эти два варианта. Остальные диалекты – это, грубо говоря, плавное перетекание южного в северный. Все друг друга прекрасно понимают. Исключение – это диалект города Хуэ, жителей которого с трудом понимают как южане, так и северяне. Есть, конечно, еще места, но не будем углубляться. Главная разница в произношении. В северо-вьетнамском 6 тонн, в южном 5. Северяне зэкают, южане екают. Вот эти буквы на севере произносятся как «з», эти на юге как «е». Так общаешься с человеком и говоришь «О, ты с севера? Откуда именно?» А он «Как ты узнал?» «Твоё зэканье за версту слышно». Даже когда они разговаривают на английском, у них проявляется акцент. Моя студентка-северянка очень долго не могла выговорить «yellow», только «zellow». Она даже не слышала, в чем отличие. В одном из недавних влогов я вам рассказывал про северо-вьетнамского гаишника и его акцент. А южане, хоть и реже, наоборот, могут сказать вместо «зу», «ю». Букву «з» могут называть как «ес». Я говорил, что «д» в конце слова они не выговаривают. Фуз, гус, ковис. Я его спрашиваю, какая последняя буква в алфавите, а он «ес». Что «ес»? Буква какая? До меня реально не сразу дошло. Вьетнамский мессенджер «zallo» могут называть «yellow». Кстати, вообще непонятно, как в этом названии оказалась буква «z». Она присутствует во вьетнамском алфавите на всякий случай, но в чисто вьетнамских словах не используется, а только в заимствованных или в языках «nans-michins». В горной местности я замечал города с буквой «z» в названии и понимал, что это их города, города «nans-michins». Что меня поразило, так это то, что многие вьетнамцы даже не замечают, что они произносят слова по-разному. Настолько они привыкли к разным диалектам. И когда ты говоришь «а вот на севере говорят так», и южане «нет, там говорят так же». И ты такой «ну как же, лезешь в интернет, пишешь слово, интернет подтверждает твои слова первой же ссылкой, и они «да?» Никогда не замечал. То же самое, как с синим цветом, они его просто не видят. Даже при подготовке этих видео я постоянно консультировался с разными вьетнамцами и постоянно получал противоречивые сведения. Или они вообще не понимали, о чем я. Для них там все логично и рассказывали вообще про другое. В такие моменты я вспоминаю анекдот. Собирает мама сына в школу, говорит, вот портфель, я тебе положила книжки, бутерброд и килограмм ржавых гвоздей. Зачем, мама? Ну как же, по книжкам будешь заниматься, проголодаешься, достанешь бутерброд, съешь, а гвозди? Ну вот же, положила. Я себя постоянно чувствую этим мальчиком. Другой менталитет, стиль мышления и, соответственно, другой язык. И это ответ тем, кто меня спрашивает, почему я до сих пор не выучил вьетнамский. Во-первых, логика языка иная. Во-вторых, произношение. В-третьих, все говорят по-разному. Северяне почти никогда не переходят на южный, а вот южане порой наоборот могут сказать по-столичному, как по телевизору, порой даже не замечая этого. Все-таки именно ханойская версия языка считается более правильной. Моя преподавательница центрального, донанского, вьетнамского тоже иногда могла произносить слова по-северному, хотя минуту назад произносила их по-центральному. И это сбивает с толку. И даже в Сайгоне я постоянно с этим сталкиваюсь. Ну какой зяй? Ну нет, в южном диалекте звука з. Ты же так не говоришь в обычной жизни. Там же должно быть яй, правильно? А, да, точно. До этого я рассказывал, какой вьетнамский язык сложный, а теперь расскажу, какой он простой. Он довольно логичен, и в нем очень простая грамматика, без всяких там исключений, неправильных глаголов. Предлоги используются нечасто. Я иду на рынок, я иду рынок. Я богаче, чем ты, я богаче ты. Точнее, я богатый более ты. Наоборот, ты богатый более я. Примитивно, но понятно. Когда англоязычным людям рассказываешь про падежи, они в шоке. Конь на коне, под конем, даю есть коню, вижу коня. Зачем это все? Я вижу конь, я кормлю конь. Все. Что тут может быть непонятного вообще? А бедные вьетнамцы вообще не могут понять, зачем так извращаться. Я пытался им объяснять, они вообще не понимают. Что? Зачем? Что за бред? Неодушевленные предметы имеют гендерный признак. Стол это он. Крыша она. Окно оно. Что за бред вообще? Такого в вьетнамском нет. Для любого европейца выучить будущее и прошедшее время в английском легкая задача. Заминка разве что может быть с неправильными глаголами. Потому что у нас такая же идентичная конструкция за небольшими исключениями. Вьетнамцу освоить времена намного сложнее. С начинающими постоянными студентами я неделями, месяцами, каждый урок, хоть несколько минут повторяю, спрашиваю Что ты делал вчера? И каждый, каждый раз они ошибаются. Yesterday I go, вчера я иду. Какой нахрен? Go! Вчера! I went! Ходил! Что ты будешь есть завтра на обед? Я ем, будешь! Will! I will eat! Каждый, каждый, каждый гребаный раз! Все потому, что во вьетнамском времена не настолько обязательны. Вьеты не могут осознать, зачем нужно ставить глаголы в прошедшую форму, если мы говорим про вчера. И так же все понятно. Ну, ты их используешь, когда это действительно нужно. И то для прошедшего просто ставишь перед глаголом Да, для будущего Не надо запоминать Вижу, но видел Пеку, пек Иду, шел Поставил нужную частичку и все. Если продраться через все эти джунгли тонов, звуков, невероятное количество букв, то выйдешь на ровную местность с хорошо протоптанными тропинками, а кажется, что вьетнамская грамматика элементарная. Я рассказал все, что хотел про вьетнамский язык. Думаю, больше видео не будет. Если вы не видели две предыдущие части, то плейлист в подсказках и в описании. Спасибо за лайки, которые собрали эти видео при небольшом количестве просмотров. Эта тема не зашла широкой аудитории, но кому зашла, тому зашла. Всем пока! Показать вам, где я снимаю. Да, сейчас большая проблема снять видео, потому что это единственное место из-за локдауна, где я могу снимать крыша. И только два раза в день я могу снимать, потому что днем тут слишком яркое солнце. Уже слишком яркое солнце. Я уже щурюсь не могу смотреть. Вроде бы успел записать. То есть на рассвете и на закате. И несколько дней не мог снять, потому что то дождь, то ветер, то еще что-то. Постоянно какие-то проблемы. То не успел настроить аппаратуру и уже все. Солнце. Поэтому вот, да. Наконец-то я снял. Надеюсь, все записалось. Звук. Ты нормально там записался. То выйдешь на ровную местность с хорошо протоптанными тропинками. Протоптанными, протоптанными. Тонов, звуков, невероятное количество букв. То выйдешь на ровную местность с хорошо протоп... Протоптанными.